Музыка Пришло время подвести итоги среды 13 января в студии Кристина Бериева. Добрый вечер. Музыка По-мужски, качественно и эффективно. Депутаты собрания представителей во главе с Махарбеком Хадарцевым провели первое в новом году совместное рабочее совещание с главой администрации города Борисом Албеговым и руководителями подведностных управлений столицы республики. На встрече обсуждались вопросы городского хозяйства и тесное сотрудничество представительного и исполнительного органов на пути решения острых социально значимых проблем. Первое совместное совещание исполнителей и законодателей открыл глава муниципального образования Владикавказа Махарбек Хадарцев. Он в частности отметил, что главная цель на сегодня наметить совместный план работы на 2016 год. Все, что депутаты обещали своим избирателям, необходимо выполнить. Мы должны постучаться в каждый дом с хорошими делами, отметил Махарбек Хадарцев. То есть понимание того, что это надо делать, что Владикавказ и Каважане ждут наших действий. Надеемся мы, что это станет регулярным. Мы подумаем, определимся, как часто мы в таком составе будем встречаться, как часто мы будем ставить вопросы и получать ответы, как часто мы будем отчитываться перед друг другом, кто что сделал. И надеюсь, что эта работа продуктивная и очень необходимая для города будет продолжена. Депутатскому корпусу будет оказана всяческая помощь и поддержка со стороны администрации. Об этом твердо заявил глава администрации города Борис Албегов. При этом контроль над исполнением ряда программ будет осуществляться своевременно и совместно. Мы должны уже на следующий день после обращения отправить на место группу специалистов и не откладывать все в долгий ящик, сказал руководитель столичной администрации. В начальнике управления присутствуют замы, которые будут сопровождать и помогать нам в нашей работе. Составлена инвестиционная программа, которая утверждена вами на заседании. Все это прописано, она имеется сейчас у моих коллег. Я бы хотел как работу построить, говорите нам о Харбе Хазбеевич, куда мы должны выехать, в округ определенный. Да, соберите там людей, директор школы, детский сад. И хочу, чтобы после нашей поездки мы обозначили фронт работ по инвест-программе. И после нашей поездки, чтобы на следующий день буквально, так, утрировал, да, приехала туда уже группа специалистов, строителей, чтобы люди сразу увидели, что мы работаем эффективно и не откладывая в долгий ящик. Разбитый асфальт во дворах многоквартирных домов, установка спортивных и игровых площадок, обрезка деревьев, ремонт в школах и детских садах. Эти темы стали наиболее актуальными на повестке дня. Депутаты подчеркнули острую необходимость ремонта кровли, канализационных и водопроводных сетей, замены окон и отопительной системы в муниципальных учреждениях образования. Председатель Гордумы предложил коллегам по каждому из 16 избирательных округов подготовить наиболее важные вопросы и представить их в администрацию города для дальнейшего решения. Как отметили городские власти, теперь появилась четкая уверенность, что только общими усилиями и кропотливой работой можно добиться эффективных результатов в стремлении улучшить благосостояние жителей столицы республики. 294 года на страже закона и порядка. Работники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. Их поздравили председатель парламента Алексей Мачнев, исполняющий обязанности министра внутренних дел Эльбрус Рамонов и первый заместитель главы администрации местного самоуправления Майрон Тамаев. Награду достоились сотрудники, которые добросовестно трудились и внесли наибольший вклад в работу ведомства в 2015 году. Всего государственные и ведомственные награды получили 56 сотрудников прокуратуры. Разрешите мне от имени Романовского города поприветствовать и поздравить весь коллектив Северсинской прокуратуры с вашим персональным праздником, поздравить вас с наступающим Новым годом, присоединиться к тем добрым пожеланиям, которые прозвучали эти дни в ваш адрес. Одно можно сказать, что с течением времени, как бы не менялись, наверное, функции, преобразовывались функции прокуратуры, неизменным остается одно. Прокуратура всегда борется с преступностью, надзирает за исполнением законов Российской Федерации. Я одно могу сказать, что прошедший год работники прокуратуры, качество контроля, выполнение законов, издание наших нормативных документов вышли на новые качества. После зимних каникул возобновили свою работу школу Владикавказа. В соответствии с государственными стандартами нерегулируемые пешеходные переходы вблизи средних общеобразовательных школ должны быть обозначены особым образом. Так, пешеходные переходы вблизи школ должны быть обозначены предупреждающими знаками ограничения максимальной скорости 40 км в час и дети, а также на проезжей части должны быть установлены искусственные неровности с соответствующими предупреждающими знаками и разметкой, служащие для снижения скорости автотранспорта. Еще раз напомнить автолюбителям о том, что вблизи общеобразовательных учреждений стоит быть особенно внимательными, решили ученики школ номер 38 совместно с сотрудниками городской автоинспекции. Очень часто мы проводим акции вместе с сотрудниками ГИБДД. Сегодня у нас акции. Сегодня дети первый день вышли в школу, и мы проводим акцию «Переходи правильно дорогу» вместе с сотрудниками госавтоинспекции. И дети, и водители тоже должны знать, как правильно, на какой свет переходить дорогу. У нас бывали такие случаи, когда сбивали детей тоже, и поэтому и сотрудники ГИБДД к нам часто приезжают и проводят с нами акции. Сегодня одна из наших акций опять. Такой запомнится среда, 13 января. Все выпуски программы «Семь минут с гордым» вы можете посмотреть на официальном сайте администрации местного самоуправления. Удачи и до встречи!